Я опаздываю на работу. Тут еще этот холод. Мой редактор будет не в восторге, если я опоздаю. Как быстрее добраться на автобусе или все-таки такси поймать? Если я не хочу прийти к обеду, нужно поймать такси. Хорошо, что с этим сегодня проблем нет. Доехать до работы на таком внедорожнике удается не всегда. Такой автомобиль предназначен вызволять из снежного плена людей. Они подбирают с обочины пассажиров. Пользуясь случаем, посвятим этому автомобилю нашу пятую передачу. И сразу выясним, что нужно делать, если машину застал на трассе Буран. Так что едем уже не на пятый канал, а за снежную степь. Российская модель снегоболотохода Трекол представляет собой автотехнику на пневматиках. Пневматики – это колеса большого радиуса и сверхнизкого давления, позволяющие снегоболотоходу не проваливаться на снегу, уверенно ехать по любому грунту и даже плавать. При Буранах, при заболоченных местностях доставка личного состава на место ЧАЭС. Технические характеристики снегоболотохода Трекол 39202. Колесная форма вездехода 6х6. Габаритная длина 5640 мм. Ширина 2610 мм. Колея 1950 мм. Дорожный просвет 470 мм. Двигатель ВАЗ-21083. Объем двигателя 1,5 литра. Топливо – бензин АИ-92. Расход топлива при скорости 50 км в час на 100 км – 16 литров. Топливный бак вмещает 90 литров. Кузов дюралевый, двухдверный, утепленный. Количество мест – 8. Количество отопителей – 2. Максимальная скорость на шоссе – 70 км в час. Хорошую проходимость на любой дороге обеспечивают вот эти баллоны. А точнее – давление в них. На передней панели установлена табличка с напоминаниями, какое должно быть давление в баллонах при гололеде или заснеженной трассе. Дно автомобиля напоминает лодку. Баллоны идут низкого давления до 0,5 атмосфер. И за счет этого проходимость больше. Получается, я спускаю баллон, баллон приседает. То есть площадь сцепления становится больше. Чем я больше накачиваю давление, тем выше машина и сцепление меньше. Стоит компрессор, с той стороны накидывается шланг, с уличной стороны как бы, и подкачивается баллон. Давление снегоболотохода «Трекол» на грунт благодаря шинам-пневматикам низкого давления почти неощутимое для растительности. А главное – риск повредить покрышку минимальное, так как колеса у вездехода бескамерные, а давление в шинах-пневматиках порой меньше 0,1 атмосферы. Когда на бездорожье приходится сбрасывать давление в шинах, бескамерная резина позволяет избежать проворачивания камеры внутри шины, а значит, не будет и разрыва от сильного трения. Это идет, да, полноприводный, трехмостовый, блокировка идет всех колес одновременно. В машине нет зеркала заднего вида, зато установлены огромные боковые. Они-то и обеспечивают стопроцентный обзор. Есть шторка от солнца, регулируемая вручную. Российскими производителями установлен бортовой компьютер, который оповещает водителя, сколько он проехал, расход топлива. Кстати, такие компьютеры часто используются в общественном транспорте. Снегоболотоход управляется с помощью пятиступенчатой коробкой передач. До места аварии на трассе машина передвигается на двух мостах, а когда начинается бездорожье, задействуется третий мост. Машина очень маневренная, потребляет 92-й бензин. Она включает в себя автомобиль «Газель», «ВАЗ» и «УАЗ». Мосты взяты с «УАЗа», а двигатель от 14-й модели «УАЗа», объем которого полтора литра. Переключение положений. То есть, как положено, идет высшая, нейтральная и низшая передача. То есть, на трассе я иду, машина движется, она двигается на высшей передаче. По бездорожью машина переключается на низшую передачу, тем самым теряется скорость, но увеличивается мощность прохождения техники. Также идет межосевой дифференциал, который блокирует все шесть колес. Если водитель чувствует, что машина идет уже с нагрузкой, то есть от машины требуется более высшей проходимости, включается дифференциал межосевой, блокируется все шесть колес. Также подсоединяется третий мост, также для увеличения проходимости. Топливо 92-го, 92-й, 93-й. Расход топлива по бездорожью 30-35 литров, по трассе 19,2. В принципе, как бы считается экономичным в плане того, что эта техника двигается там, где другие машины не ездят. Есть две автономные печки. Одна обогревает салон, другая – двигатель. В летнее время машина нагревается, и тут создан такой режим, что охлаждается двигатель, перекрываем, и двигатель уже охлаждается, то есть печка выдувает с двигателя тепло. Это фароискатель. Как бы хорошо помогает при поиске людей в степи, как часто бывало. То есть у нас работы происходят ночью, и с помощью фароискателя проще обнаружить человека. Это сигнальный звуковой прибор, который на трассе помогает, чтобы люди выступали дорогу. Министерство ПЧС закупило эту машину три года назад, и обошлась она в 16 миллионов тенге. На ее счету уже есть спасенные жизни. Как правило, это люди, потерявшиеся на зимовках, которые при буране идут за скотом, а потом не могут найти дорогу назад. Этот автомобиль может с легкостью перемещаться на болотистой поверхности, утверждают чайстники. Однако испытать ее в деле пока не приходилось. По техническим характеристикам считается, что этот вездеход, он еще и плавает. Но не проверяли еще. Салон вездехода велюровый. Надо заметить, это не совсем практично. Если учесть, что о чистой обуви во время спасения речь не идет. Рассчитан на 8 человек. Имеется лебедка. Как признаются отважные парни, уже после съемки, лебедка рассчитана только на вытягивание себя. Не предусмотрены подушки и ремни безопасности. А чтобы подкачать или спустить давление в шинах, необходимо выйти из машины, что тоже неудобно. Одним словом, бюджетная комплектация. Однако проехаться на таком чуде выпадает шанс не всегда. Наш видеооператор Дмитрий Оуберов использовал его на все сто. Еду я на болотоходе. Практически как на Ниме. Везде проедешь. Но Ням, конечно, проходимость больше, чем на Ниме. Ну вот свои ощущения. Вот что? Первый лёг, заглох. Первый раз, да, заглох. Еду высоко, все вижу. По бокам все хорошо видно. И не боишься нигде застрять. В 1953 году на базе автозавода «Зил» было создано СКБ – секретное конструкторское бюро для создания автомобилей повышенной проходимости под руководством Виталия Грачёва. Под его руководством выходили такие фантастические автомобили, которые применялись в узких специализациях. Например, по доставке космонавтов и самой капсулы с места их приземления, которая бывает и на болоте, и в таких непроходимых местах, где обычно полноприводный автомобиль не пройдёт. Под его руководством выходили такие фантастические автомобили, которые применялись в узких специализациях. Например, по доставке космонавтов и самой капсулы с места их приземления, которая бывает и на болоте, и в таких непроходимых местах, где обычный полноприводный автомобиль не пройдет. Но мы вам покажем уникальный проект ZIL PQ-1 1965 года. Прототип вездехода с уникальным двигателем на пневмобаллонах, собранных в единую гусеницу. Машина отличается отличной проходимостью по болотам и снегу. Грузоподъемность составляет полторы тонны. Максимальная скорость по снегу – 18 км в час. В некоторых источниках известен как ПКТС-1. В этой машине, как и в любой спецтехнике, есть навигатор, рация. А все ее перемещения фиксируются диспетчерской службой. Арлан, 31 на связи. Вызов. Уезжаем. Принято. Именно сейчас горячая пора у бесстрашных парней. Погода непредсказуема. Тихий морозный день может с легкостью смениться бураном. Что делать, если такое природное явление застало вас на трассе? Узнаем прямо сейчас. Зима набирает обороты. Собираясь на дальние расстояния на машине, необходимо помнить элементарные правила. От них может зависеть ваша жизнь. Ежедневно спасатели вызволяют людей из снежного плена. Часто это случается на заметенных трассах. Спасатель со стажем Марат Аберединов объясняет прописные истины. Попадая в снежные заносы, если машина заведенная, надо соблюдать элементарные вещи, как, например, поставить машину против ветра. Многие ставят, наоборот, задние части к ветру. Это можно задохнуться выхлопными газами. Если сильно заносит, необходимо найти что-то яркое, например, футболку или шарф, и прикрепить ее на антенну машины. Будете в машине сидеть, а едет спецтехника чистить, чтобы вас не задело, как бы скажем. Выезжая куда-то, элементарные вещи. Захватите лишние валенки, тулупы или что-то. Не на себе же тащите. Если вы включаете, по-моему, лапу внутри, или сухое горючее, или сейчас есть газовые баллоны и горелки, по-любому надо чуть-чуть оставлять форточку открытой. Накапливаются газы, то есть дым, естественно. Уснул и не проснулся. В основном желательно брать сухое горючее, оно немного занимает место. То есть в аптеке производится, если хотя бы нулевую температуру создать в машине. Во-первых, и опознавательные элементы, то есть яркие шарфы эти. И ни в коем случае не пользуется алкоголем. Все говорят, что 100 грамм выпил, согрелся, ни в коем случае. И от машины далеко. Если совсем, совсем не в моготу уже, буран, ничего не видно, сразу пока тепло, пока ты уже можешь сдвигаться, прицепить трос, подготовить, например, почистить. Придет в любом случае техника. Если вот застряли, не можете сами вылезти, например. Пройтись по трассе обратно. Максимум это 500 метров. То есть вперед или назад пройти, запомнить километраж, столбики стоят. И сообщить на 112. От первоначальной информации зависит очень хороший, быстрый поиск. И у многих людей возникает вопрос, то что, почему мы приезжаем на такой огромной машине и не вытаскиваем техники. Наша цель – спасти жизнь людей. То есть мы берем этих людей, оставляем машину, отвозим в обогревочную пустую, то есть в придорожное кафе или в ДЭУ, или в поселок. А когда все утихнет, дальше обязательно дор строят. Или там коммуначки приедут, заберут машины, помогут. В любом случае, когда вы вызвать, надо обогревать не прямо на двигатель, а, например, направлять ее надо на пустую огню, прям вниз. Чтобы не плохо было. Как обычно у нас происходит. Получить на сотовый телефон сообщение, ай, успею проскочить. Вот это вот, это очень тяжелые последствия потом. Многих мы вытаскивали, и замерзшие люди были, и семьями умирали, и машин не оставляли, на следующий день опять умирали. Такого, чтобы не происходило. Жизнь человека дороже, чем автомобиль. Отправляясь на дальние расстояния, надо помнить об элементарных правилах. А лучше всего воздержаться от таких поездок. Куда приятнее созерцать природные явления с загружкой горячего чая?